Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для граждан страны. Об этом он заявил на партийном онлайн-совещании. «Это должен быть гарантированный доход вне зависимости от социального и экономического положения», отметил заместитель председателя Совета Безопасности. Безусловный базовый доход – это регулярная выплата определенной суммы от государства каждому гражданину вне зависимости от его уровня дохода и без необходимости работать. Недавняя пандемия коронавируса показала, насколько важно оказывать поддержку людям, чтобы сохранить социальную стабильность. «Данная идея, безусловно, требует максимально внимательного анализа», – сказал Медведев. Он предложил единороссам обсудить идею с членами правительства и профсоюзами. В российском законодательстве на сегодняшний момент все-таки прописано. Сумма компенсационных выплат в связи с коронавирусом, сумма выплат безработных граждан. А также есть понятия народ, есть понятия правительственного минимума. Поэтому не любил смысл ввозить эти дополнительные понятия, которые возят только путаницы на самом деле, и более того, могут негативно скользаться на российском бизнесе». Подобная практика в мире далеко не новость. Например, на Аляске существует фонд, который ежегодно выплачивает жителям региона средства, поступающие от продажи нефти. В итальянском городе Ливорно были учреждены ежемесячные выплаты нуждающимся семьям в размере 537 долларов. Успешным кейсом можно считать бразильскую схему. Там государство помогало семьям деньгами, при этом требуя от них выполнения социальных обязательств. За 10 лет эксперимента уровень бедного населения снизился на 5%. А вот результаты финского эксперимента неоднозначны. Константин Цыганков с ютуб-канала «Фанни Мани» рассказал о результатах. «Реальных сподвижек к трудоустройству у большей части людей, которые получали безусловный базовый доход 560 евро, не прослеживаются. То есть в большей части. Однако при этом настроение у них очень даже неплохое. У людей улучшилось здоровье, упало количество стресса, ну и в принципе они стали гораздо проще и лучше смотреть на мир. Опять же, повторюсь, при этом желание больше работать и трудоустраиваться у большей части не прослеживается». Стоит отметить, что 7 сентября с похожей идеей выступал глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он предложил программу по предоставлению базового дохода безработным гражданам в 2020 году и продолжить ее до 2025. Брать средства на реализацию проекта Кутепов предложил из Фонда национального состояния.